Здравствуйте! Вот такую удивительную вещь довелось мне сегодня подержать в руках. Мой сегодняшний герой – кставчанин Евгений Яшин. Он стал призером Международного кинофестиваля. Фестиваль спортивного кино и телевидения «Спортмувиз-2019». Евгений, вот, пожалуй, я вам, во-первых, отдам то, что принадлежит по праву вам, а во-вторых, прокомментируйте, что это такое? Это ведь прибыло к нам из Милана буквально-таки вот 30 октября. Ну, это диплом Международного кинофестиваля, диплом призера. А сама награда, она находится вот здесь. Вот так она выглядит. Причем, давайте вот так, чтобы операторы смогли показать, а я сразу переспрошу. То есть, получается, вы не все принесли, потому что та награда, которую я видела в Инстаграме уже выложенных профессиональных фотографий, вы же в руках держали какую-то стелу или кубок. Да, там была такая история, когда мне на сцене вручали эту стелу, я не удержал ее в руках, а она у меня вздребезги разбилась. Вы камеру-то дорогую в руках держите. При большом стечении народа, при Министре культуры, при всех международных представителях. Приехал русский, грохнул стелу. Ну да, зато меня запомнили бы. Вот чтобы вас запомнили еще лучше те, кто не очень ориентируется в современной документалистике, в современном кино, я хочу попросить режиссера сейчас показать нам небольшой фрагмент. За победой в Милан отправлялся фильм о гимнастках, о чем позднее, потому что это тоже не совсем ваша тема. Но, конечно, нужно было изначально прислать то, что называется трейлером. Вот фактически фрагментик этого трейлера мы сейчас посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА «Хоу bisogno di rimеттерми in форма, allenarmi di пиу. И, сенс'altro, иду к Олимпиаде в Tokyo. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА «Хрэдо, что это будет так». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И вот целиком эту работу высокое жюри фестиваля и зрители смогли уже посмотреть там и однозначно решили, что ее можно признать лучшей. Я хотела вас спросить о выборе героев, потому что те, кто с вами чуть-чуть знаком, они все-таки привыкли к тому, что Яшин делает совершенно роскошное фиксирование, кинофиксирование всего, что связано с боевым самбо. И вдруг гимнастика, в общем, разница-то большая. Почему? Ну да, не только боевое самбо, но и... У вас много спорта, но боевое самбо – это отдельная любовь. Ну, единоборство, смешанное единоборство, но выбор художественной гимнастики упал не случайно. У меня две дочки, которые занимаются художественной гимнастикой. В Акстове, в гимнастической школе знаменитой. Да, и я с детства с ними начал кататься на соревнования, на турниры, и было бы глупо не фиксировать это. Соответственно, потом пошли международные соревнования, пошли такие серьезные турниры, и я повстречал много интересных историй. Одной из этих историй я рассказал. Вот мы сказали с вами о фиксировании. Ведь дело в том, что то, что на сцене зрителя должно вдохновлять, воодушевлять, не принято показывать кулису, не принято показывать цену победы, хотя это самое интересное. Вот когда вы уже в свете занятий дочерей смогли погрузиться вот в другую сторону вот этой боли, вот этой пах, пахоты, не было у вас опаски, что фильм-то не получится таким торжественным, как этого достоин победитель? Ну, вот как раз гимнастика – один из тех видов спорта, где за кулисе скрывает огромное количество информации, будем так говорить, которая скрыта для обычного зрителя. И фильм-то делался не для того, чтобы вдохновить кого-то заниматься художественной гимнастикой. Таких сейчас много у нас недобора в секции не существует. Фильм призван рассказать о героине этого спорта. И чего, вообще говоря, стоит победа. А вы знаете, у меня вот есть мысль, почему настолько большая разница в сцене и кулисе касаемо гимнастики, касаемо фигурного катания. Потому что в отличие от других спортов, где можно показать и гримасу усилия, и пот, и все остальное прочее, эти должны быть красавицами. Хотя они не актрисы, а не спортсменки. Но, возвращаясь к вашему коньку, вот с которым стала приходить профессиональная хватка и первоизвестность. Почему именно единоборство? Ну, у нас к 100, там, другого выбора, например, в моем детстве вообще не существовало. Все мои друзья – это единоборцы или самбисты, или из этого мира. Поэтому тоже выбора практически у меня не было. Я не могу не спросить, поскольку нет нижегородца, который об этом не был наслышан в свое время. Нижегородская школа самбо гремела. А потом прошел какой-то такой грустный слух, что там все совсем... Кстовская. Что совсем-совсем все плохо. Как дела сейчас? Ну, вот в той степени, в которой вы можете рассказать. Насколько владею информацией, этот громкий конфликт уже вошел в нормальное русло. Сейчас школа действует, выращивает чемпионов новых. Помимо самбо, там занимается, как вы знаете, и художественная гимнастика, тайский бокс приносит нам чемпионов мира. Ну, в общем-то, все хорошо, хотелось бы лучше. И вот, возвращаясь к режиссуре, я не могу не спросить у вас о своей команде, потому что здесь никак без блестящего оператора, никак без помощника, хотя, возможно, вы в одном лице, сценариста. Кто является вашим надежным плечом? Вообще, весь фильм сделан полностью мной. От съемок до монтажа, включая начинку? От съемок до режиссуры, до звука полностью. Потому что в свое время, когда я начинал, была команда, и очень трудно доносить до чужих совершенно людей свой замысел, потом это переделывать на монтаже, перемонтировать. Я пришел к выводу, что и дешевле, и быстрее делать все одному. Ну, вот есть ключевое слово «дешевле». Когда вы только начинали, понятно, что требовать уровня абсолютно хрустального, прозрачного профессионализма от человека, которому ты не просто не платишь, а не платишь много. Ну, это как-то не совсем. Вот нынче вы титулованы невероятно, вы обласканы невероятно. Я еще удивляюсь, что вы до сих пор не переманены. А есть ли крайне любопытные предложения? И как долго мы имеем надежду все-таки видеть вас нашим земляком? Да. У меня основная работа. Я работаю в одной крупной фирме, которая занимается смешанными единоборствами. Это одна из крупнейших в России промоутерских фирм, которая устраивает, как раньше говорили, бои без правил. То есть вы не ограничены территориальными рамками? Нет, нет. Я работаю... У меня нет якорной точки, к которой я привязан, и я могу работать везде. То есть эта фирма вообще находится в Санкт-Петербурге, и я катаюсь с ней по всему миру. Слушайте, тогда мне остается вам пожелать еще блестящих побед. Я надеюсь, увидеть в нашей студии ни раз и ни два. А нам всем с вами пожелать, чтобы вот так же, как у Евгения сложилось, что то, что мы умеем, то, что мы ценим, вдруг оказалось востребовано и в достаточной степени обеспечило все наши жизненные потребности, чтобы не рваться за денежкой от своей мечты. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.